6 мая улицы в центре города вновь перекроют для репетиции военного парада, а накануне по площади Ленина проехал символ победы в Великой Отечественной войне легендарный танк Т-34. В этом году в торжествах 9 мая впервые участвуют воспитанники патриотического клуба Юн Армия, созданного по распоряжению министра обороны. Как прошла репетиция военного парада и о программе празднования Дня Победы расскажет Александр Вяткин. Дисциплина и выправка военная. Перчатки белые, берцы крепко зашнурованы. До старта репетиции военного парада последние минуты. Победа ее имя. В день Победы Виктория впервые в жизни пройдет по главной площади города в строю курсантов военно-патриотического клуба. Я горжусь своей родиной. Это честь. Мой прадед воевал. И я горжусь, что я пройду на площади. У войны не женское лицо. Но в военном параде 9 мая этого года непривычно много представительниц прекрасного пола. Впервые за всю историю празднования Дня Победы по Красному проспекту марширует сводный парадный расчет девушек из военного гарнизона. Валерий высматривает в строю своего сына, участника патриотического движения «Юнармия». Отец и сам военный в отставке. Сегодня его переполняет гордость за сына. Для меня, для самого оказалось небольшим удивлением, что он пошел туда. В 12 лет он сам принял решение. Его в классе предложили. Он сам принял решение. Пойду, ему понравилось. На репетиции все так же, как будет 9 мая. Только нет авиационной части парада. Но истребители вертолеты в небе над Красным проспектом пролетят в День Победы. Следом за военными расчетами на площадь Ленина выходит военная техника. Внимание зрителей приковывает танк Т-34. Звук от него разносится по всей площади. Некоторые новосибирцы приходят именно на репетицию парада. 9 мая занять место в первом ряду очень сложно. Сегодня же можно максимально близко разглядеть военных и технику. Буквально в 15 метрах стоит легендарный танк Т-34. В этом году он проедет по площади Ленина одним из первых. Машину военные восстанавливали несколько месяцев. Т-34 времен Великой Отечественной – один из символов Победы. На его башне еще один символ – Знамя Победы. Гордость за нашу и армию, и Россию. Сильная Россия. Праздновать Победу в Великой Отечественной войне в Новосибирске начнут 8 мая. Выставки и концерты организуют по всему городу. Новосибирские фонтаны запустят 8 мая. А в 18.00 от площади Пименова стартует велопробег «Километры Победы». В 10 часов вечера у монумента славы пройдет акция «Свеча памяти». 9 мая военный парад начнется в 10 утра. Сразу после него по Красному проспекту пройдет «Бессмертный полк». В этом году маршрут шествия продлили до дома офицеров. После на Красном проспекте начнется легкоатлетическая эстафета имени Александра Покрышкина. А в 21.50 сразу в нескольких районах города прогремит салют. А небо раскрасят залпы праздничного фейерверка. Александр Вяткин, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.